Паула Франки, также известная как Монарис, уличный стрит-фотограф из Пуэрто-Рико, проживающая в Нью-Джерси, партнер Adobe Lightroom и амбассадор компании Sony. Объединив свою страсть к визуальному повествованию и фотографии, Монарис разработала особый творческий стиль, ориентированный на композицию и теорию цвета, который позволяет превращать краткие моменты реальности в сцены, похожие на кинофильмы. А с вами, друзья, как всегда, Серджо и сегодня мы разберем или, как мы любим говорить, взломаем интересную тонировочку замечательного американского фотографа Монарис. И результатом этого видео у вас будет превосходный кинематографичный пресет в ее стиле, который вы будете применять к своим фотографиям и удивлять своих зрителей. Ну а если ты впервые на моем канале, не забывай, что здесь ты найдешь свыше 300 уроков по обработке фотографий, бесплатные курсы по работе в Lightroom Photoshop, Lightroom Mobile и много-много интересного и полезного. А сегодня замечательная и наша любимая рубрика, в которой мы подглядываем, как обрабатывают топовые фотографы. Фотография, с которой я буду сегодня работать, это D&G формат. Вы его легко откроете и сможете повторить эти настройки, с которыми мы будем сегодня работать, в Lightroom Classic, в Camera Raw и в Lightroom Mobile. RAW файл уже в себе будет содержать настройки кривых, поэтому вам не придется долго мучиться. И сегодня видео у нас будет экспериментально. Я буду проходить по настройкам, открывая каждый раздел и показывая, на что влияет тот или иной ползунок. А вы будете применять настройки к фотографии, с которой мы сегодня работаем и получить в итоге замечательный пресет. Ну и также никто не запрещает, вы можете открыть сразу свою подобную фотографию и работать уже непосредственно с ней. Давайте, друзья, проанализируем фотографию, с которой мы будем сегодня работать в Lightroom и которую будем использовать в качестве референса. Обратите внимание на тени. Самые темные участки это синий цвет, который практически переходит в фиолетовый. Буквально прям стоит на грани. В средних тонах мы с вами увидим приглушенные цвета. При этом фотография достаточно контрастная, но мягкая. И эта мягкость достигается за счет того, что все светлые области фотографии практически полностью нивелированы. И таким образом фотография выглядит достаточно плоско, но при этом очень интересно, потому что сохраняется цветовой баланс. За счет использования в светлых участках красивых желтых оттенков такого цвета спелого манго, цвет голубого свежего весеннего неба, белый цвет имеет такую теплую тональность. И все это вместе с легким добавлением цановых оттенков дает такую интересную, стильную кинематографичную картинку. А мы не будем больше терять времени и поехали. Скачивайте оба файла, друзья. Нажмите в левом нижнем углу кнопочку RA. В левое окошечко перетащите референсное фото. В правое окошечко кликните на фотографию, которую мы будем сегодня обрабатывать. У вас в окне должно появиться два таких вот изображения. После чего, если у вас новая версия, то зажмите кнопочку Alt и снимите настройку тоновой кривой. Если у вас старая версия, то эта кнопка доступна и без кнопки Alt. Уберите эти настройки. Мы к ним подойдем немного попозже. А сейчас у нас базовая настройка. Базовые настройки я снять, к сожалению, не могу. Но вот такую фотографию вы увидите. Это сырой файл абсолютно без обработки. И мы с вами приступаем. Итак, друзья, баланс белого выставляем 3656 кельвинов. И оттенок делаем плюс 20. Далее делаем чуть-чуть побольше экспозицию. Плюс 0,11. Контрастность прижимаем на минус 42. Светлые области полностью убираем в минус 100. Тени проявляем до значения плюс 75. Белые убираем в минус 100. И черные прибавляем до плюс 29. Далее текстуру убавляем на минус 5. Четкость на минус 10. Красочность и насыщенность. Каждый из этих параметров убираем на минус 15. Таким образом, у вас должен получиться вот такой вот бледный рисунок. Но мы двигаемся дальше и переходим к тоновой кривой, которая у вас уже обработана. Нажимаете Alt, либо не нажимаете, если у вас старая версия. Включаем значение тоновой кривой. И давайте мы с вами пройдемся по ней. Итак, вы видите эту кривую. Она у нас достаточно низко выгнута. Именно для того, чтобы получить вот такой вот блеклый стиль, который использует Monaris. Светлые участки практически полностью нивелированы. И это мы с вами сделали при помощи кривой RGB. После канала RGB, друзья, я перешел в синие участки. И сделал вот такую вот интересную кривую. Я в самые темные области добавил синего цвета. Заодно приподняв точку черного, я получил вот такое вот глянцевое красивое изображение в самых темных участках. А светлые участки, как вы видите, изогнуты у нас вправо. И таким образом в средних светлых и в самых светлых участках появляются более теплые, приятные, желтоватые оттенки. После того, как у меня в тенях появилось побольше синего, мне необходимо было получить фирменный стиль цвета Monaris. Я перешел в зеленый канал и здесь самую нижнюю точку, точку черного, подвинул немного вправо. Для того, чтобы в самых темных участках получить вот такой вот легкий намек фиолетовых оттенков. Далее, друзья, переходим в красный канал и в самых темных участках добавляем немного циана. И смешав вот эти вот три цвета, мы как раз и получаем в самых темных участках этот фирменный цвет Monaris. Далее, друзья, переходим в панель цвет. И, как вы видите, наша фотография уже практически похожа на референсное фото. И давайте посмотрим, что мы здесь с вами сделали. Итак, тональность красного цвета я предлагаю сделать на плюс 27, чтобы получить теплый красный цвет. Оранжевый от желтых оттенков уводим в сторону красных на значение минус 20. Желтый также понижаем, получая из желтого цвет спелого манго. Это значение будет у меня минус 61. Зеленый цвет делаем также теплый. Мы ставим его на значение минус 29. Цвет морской волны или аквамарин выставляем на плюс 50. Синий здесь добавляем больше циановых оттенков. Делаем его минус 25. Фиолетовый полностью уводим в минус 100. Пурпурный уводим плюс 100. Тем самым мы уходим полностью от фиолетовых и сиреневых оттенков. И меняем его на синий циан и на красный цвет. Далее, друзья, насыщенность красного убавляем до значения минус 43. Оранжевый тоже понижаем до значения минус 36. Желтый понижаем до значения минус 51. Зеленый двигаем посильнее на значение минус 92. Цвет морской волны минус 48. Синий выставляем на минус 37. Вы успеваете? Фиолетовый до минус 58 и пурпурный минус 69. И так как мы с вами очень серьезно боролись со светлыми участками, понизили его и в базовых настройках, и в кривых, то нам необходимо добавить немножко сочности. И поэтому в яркости мы с вами в красный добавляем плюс 10, в оранжевый добавляем тоже плюс 10, в желтый добавляем плюс 20, и в синий добавляем плюс 15. Покидаем панельку HSL и переходим в панель цветокоррекция, где нам необходимо слегка усилить нашу тонировочку. И давайте пройдемся по тем параметрам, которые вы сейчас настроите на своей фотографии. В тенях, друзья, выставляем значение тона 230. Это тот самый синий цвет, который вот прям стоит на грани фиолетового, но до фиолетового еще не дотянулся. Значение насыщенности ставим 7 и яркость убавляем на минус 15. Переходим в средние участки. В средние участки мы с вами сделали потеплее, чтобы у нас был баланс. Мы потому что очень серьезно поработали над темными участками, добавили туда много синевы, и нам нужно сбалансировать. Поэтому средние тона мы с вами делаем на значение оттенок 55. Это такой желтенький красивый цвет спелого манго. Насыщенность при этом делаем 10 и яркость также убавляем на минус 25. Переходим в светлые участки, друзья. Тон выставляем 60, насыщенность делаем посильнее 30 и яркость делаем минус 10. И теперь переходим в общую тонировку. Здесь мы не трогаем ни оттенок, ни насыщенность, просто яркость убавляем на минус 25. И теперь смотрим, друзья, какая фотография у нас была до наших настроек и какая стала после. Если я перемешаю это изображение с другими фотографиями Монарис, то я сомневаюсь, что вы легко обнаружите мою или ее фотографию. Теперь легко запутаться. Теперь давайте мы сохраним с вами пресет и посмотрим, как этот пресет заиграет на других фотографиях. Итак, в панельке стилей кликаем плюсик, нажимаем создать стиль, называем наш пресет Монарис. Далее, друзья, смотрите, чтобы у вас не стояла галочка на обработкой профиль, на балансе белого, на экспозиции. Желательно снять, активировать коррекцию профиля и, конечно же, уберите трансформацию. Эти все настроечки индивидуальные, они не должны применяться к следующей фотографии. Нажимаем кнопку создать. Давайте мы сейчас обработаем вот этого тайского Элвиса Пресли, применяем наш пресет. Далее, друзья, мы с вами повышаем экспозицию и, возможно, здесь стоит сделать слегка похолоднее. Ну и здесь бы я еще поправил трансформацию, потому что стенки что-то вот здесь за Элвисом Пресли куда-то уезжают влево. Вот даже автоматом выправилось отлично. Так, ну, наверное, надо сделать еще даже похолоднее, нащупать вот именно тот баланс между цианом и теплыми оттенками. Я думаю, что вот такая обработка должна быть. Но если вам кажется, что слишком светло, поиграйтесь экспозиции, но это все-таки ночная фотография, поэтому здесь идет свет от фонарей. Давайте применим наш пресет вот к этому колоритному дядечке. Так, поднимаем экспозицию. Пожалуй, вот так. По-моему, очень неплохо, очень замечательно. Мне очень нравится, друзья. Если после применения пресета на вашем изображении у ваших персонажей стало слишком темное лицо, то обязательно воспользуйтесь масками и слегка его осветлите. Если вы не умеете еще работать с масками, обязательно посмотрите видео-урок по работе с масками. Ссылка к этому обучающему видео будет в описании к этому ролику. Ну, давайте, пожалуй, еще вот эту фотографию обработаем. Итак, идем в наш пресет. Я его назвал Monaris 0, потому что у меня тут были различные варианты. Создаю маску, сделаю слегка посветлее своего персонажа и сделаю, пожалуй, чуть-чуть похолоднее, чтобы фотография была сбалансированная, не слишком теплая, не слишком холодная. А вот такая вот серенькая, как из очень хорошего, качественного, дорогого документального фильма. Ну, или художественного. Как вам больше нравится. Ну, на этом, друзья, все. Надеюсь, видео было полезное и интересное. И теперь у вас появился замечательный кинематографичный пресет, который вы будете применять к своим фотографиям и будете удивлять своих зрителей. Они будут восхищаться. И никто же не узнает, что мы эти настроечки подсмотрели у Monaris. А я никому не скажу, рот на замок. Если видео было полезным, подписывайся, нажимай кнопочку лайк. Это меня мотивирует. Что-нибудь напиши в комментарии. Это поможет продвижению моих видео и позволит привлечь в наше сообщество дополнительных фанатов фотографий. Желаю вам творческих высот, друзья. Всех обнял. И до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok